ну что ребята всем здорова с вами валта валта на природе так сказать значит что могу сказать еще не могу а хожу это хочу это много чего могу сказать в общем там есть в этом ролике видео где я эту косилку только покупал косилка заря вот и сейчас вот я записываю спустя получается что-то около трех месяцев постоянного ее использования это пожалуй одно из самых долгоиграющих видео которое я записывал у себя на канале по обзорам разной бытовой техники сельскохозяйственной техники так скажем вот речь пойдет непосредственно о том как показала себя вот это вот штуковина роторная косилка для мотоблока грубо говоря сейчас вы посмотрите как я ее купил какая она была новая вот как я собирал что где там смазывал чего куда переделывал ну не то что переделывал а собирал вот а в конце ролика мы опять вернемся к этому же ракурсу и я немножко расскажу о том что я переделывал и какие есть минусы в этой косилке и какие есть плюсы но как говорится давайте посмотрим что там было пока она была новая правильно и так ну что я могу сказать вот по редукторам дальше смотрите вот этот редуктор я сейчас разобрал к сожалению я его уже вот закрутил там все нормально смазки набито было прям вот прям прямо ноги болты все вот эти в любом случае надо брать проект подтягивать что касательно редуктора значит это у нас получается левый редуктор да если вот у нас узел здесь то это получается у нас левый редуктор этого справа редуктор что касательно правого редуктора значит Вот я его еще тут не собрал Суть в чем Вот там вот Если видно Там вот в трубе Дырка И вся смазка она залетает Тудой Хоть она и смазана тут как то Вот но все таки В общем я думаю что сделать Мне скорее всего сейчас Нужно будет разобрать вот этот узел Вырезать сюда какую то Пластиковую либо проставку Либо прокладку И заполнить сюда С маской это дело все Либо вариант номер два Просто доталово Забить эту трубку С маской потому что здесь Маски ну маловато Здесь вот прям было много Она там прям тык впритык Поэтому я это пока что Не закручиваю Сейчас буду решать вопрос с этим делом Болты здесь Гровер Шайба Ну и болт Болт как болт Второй момент Что еще я тут не показал А Что касательно ножей Вот я такие сегментные ножи Вот сразу купил И кстати очень острые Вот на одной тарелке Я уже разобрал Сразу вот беру гвоздь Вот он гвоздь Вот шляпка его Продеваю Обкусываю примерно вот так И загибаю с того края Вот видно да Что касательно посадочных мест Сейчас я разберу здесь Ну не здесь А там дальше И буду Ну покажу Как устроена Вот эта штука Она здесь Не просто какой-то кружочек А прям вот Ну а что разбирать Оно и так видно То есть здесь посадочное место Выполнено очень-очень-очень круто Фиг она куда Когда оторвется Она здесь вот лежит Прям плотно Вот видно И здесь посадено Наварочную точку Я бы конечно еще Вот здесь бы заварил Вот здесь бы заварил Но пока так Что касательно ножей Стандартных Давайте так вот сделаем Вот он Сегментный нож Который отдельно Вкуплен был Что-то кто-то мне пишет Вот ножик Заводской Вот видно да Что он вот чуть-чуть Чуть-чуть больше Ну тут буквально На миллиметра Наверное 4 Может быть 5 То есть сегментный Покупной нож Он длиннее От заводского Да нет Даже я думаю Больше будет Здесь наверное Миллиметров 5 Где-то Чем Стоковый Стоковый нож Изначально Заточен В принципе Ну как заточен Вырублен Или вырезан А может быть даже И заточен Заточен И закален Потому что я вот смотрю Где-то камера Вот даже вот Внутри Вот где вот Соприкасался металл Где-то терлось Там тоже металл черный Ну посмотрим Как будет работать Вот эта штука Но она вот Даже по ощущениям Она реально острая Должна работать Все Одну тарелку я сейчас Переделал Сейчас буду переделывать Вторую Ну и посмотрим В общем Дальше Как это все будет работать Ну вот Решил все-таки Показать Как это устроено Значит Опять же говорю Вот Довольно массивная Вот такая часть Здесь заварена То есть Если взять Вот заводской ножик Она по размеру Как раз Вот ножа будет Почему гвоздь Потому что Потому что Стандартные Вот эти вот Как это называется Господи Клипсы Шпиль Нет Не шпилька Шплинт Нет Не шплинт Или шплинт Шплинт По-моему Ну не что-то важно Ладно Стандартная Вот эта штука Она Она очень мягкая Поэтому везде Как бы Народ пишет Что вот эту штуку Надо обязательно снимать Укидывать Брать Гвоздь Впихуевать его сюда Вот так Проверять Нормально сидит Все Дальше мы что делаем Ложим Две Шайбочки Шайбочки Здесь уже были Укладываем Ножик И вставляем Сюда Сейчас Одной рукой Вообще Ни разу Неудобно Вот И вставляем Сюда Вот Вот такую Штучку Вот И вот Эта штучка Вот сюда Должен Гвоздик Наш Влезть Вот он То есть Он должен Пойти Через Вот тут Упереться Шляпкой Выйти Вот тут Вот Видно Видно Да Все Теперь Мы вот этот кончик Сейчас кусаем Где-то Вот так Вот Может быть Вот так Ну как Получится Кусануть И заворачиваем И все И таким образом Крепим Все четыре Штуки Все четыре Ножа Так Что хотел Показать Еще При загибании Гвоздей Случается Оказия Не везде Но случается Здесь Я вот Просмотрел Здесь Вот загиб Получился Верным Здесь Вот тоже Верным А вот Здесь Вот Вот я Загибал И Гвоздик Лопнул Но он Лопнул Хитро То есть Если не Присматриваться Он вроде Держится А на самом Деле Нет Так что Будете Загибать Такие Гвоздики Просматривайте Это соединение Вот в этом Месте Чтобы Гвоздика Оставался Целым Ну вот То о чем Я и говорил Разобрал Я узел В общем Здесь у нас Просто Дирка Вплоть До этого Дна То есть Такой Цилиндр Из-за Вот этой Вот штуки Из-за Вот этой Фаски Наверное Ничего Никакую Прокладку Сюда поставить Не получится Поэтому Сейчас Буду Запожевывать Сюда Соль И дольчик Побольше Потому Что Вот тут Все Грусто Видим Вращение Редуктора Покажу Получше Вот оно У нас Вот оно Редуктор Вот оно Тут А здесь Вот пусто Поэтому Придется Сделать Некий Перерасход Натолкать Вот в эту Дырдочку Видно Вот тут Довольно Глубоко То есть Сейчас Будем Напихуевать И Собирать Все Обратно Но я Буду Уверен В том Что В этом Узле У нас Смазка Есть Потом Разберу Еще Вот Эту Штуку Мне надо Проверить Там Есть Смазка Или Нет Вот Здесь Поехали Дальше Так Ну Вот Грубо говоря Насовал Сейчас В эту Трубку Какой-то Синей Фигни Вот Синенькая Такая Не знаю Что Литол Негрол Дегрол Ну Короче Тоже Какая-то Смазка Я Не знаю Короче Здесь Сейчас У нас Получается Прям Вообще Место Все Занято Никаких Тут Просветов Нет Как бы Так бы Снять Чтобы Показать А вот Видно Наживил Сейчас Два Болтика Кстати Кто знает Что Это За Синя Фигня Такая Как Правильно Зовут Ну В общем Сейчас Я Буду Все Врата Ставить Собирать Он Тут Даже Вырез Кусок Вот Так Я Буду Собирать Вот Таким Вот Образом Скручивать И Лезть Уже Вот В тот Узел Смотреть Что Там Ну Вот Добрался Я До Этого Узла Вот Так Это Тут Стоит Внутри Ничего Нету Пустая Выточка По Сути Эта Штука Является Ну Просто Опорной Частью И Тут Вот Так Это Все Работает Сейчас Я Сюда Наталкаю Тоже Смазки Потому Что Ее Тут Маловато Будет Соберу Обратно И Приступим К Разборке Вот Того Узла Ну Вот Добрался Я До Этого Узла Здесь У нас Такая Же Шестеренка Здесь Я Смотрю Ну Не Очень Много Тут Смазки На самом Деле Имеются Вот Там Пустоты Фу Блин Машка Машку Съел Имеются Пустоты В общем Сейчас Мы туда Еще Дозабьем Немножко Здесь Я думаю Стоит Просто Обычная Тяга И Вот Я ее Кручу Тут На Подшипничке Люфтов Кстати Никаких Нет Ну В принципе Пока Все Так Ну Вот Так Это В общем Выглядит При сборке При установке Так Самое Важное Значит Еще Раз У нас Косилка Заря И Смотрим На Соосность Соосность Ремней Соосность Здесь Присутствует Все Село На Штатные Места Без Перекоса Без Чего Либо Запас Натяжения Ремня Там Еще Тонна Единственный Косяк При установке Вот этих Вот Сегментов Получилась Вот такая Штука То есть Поясняю В общем При оборотах Достает Нож До Вот этой Части Я Сейчас Возьму Болгарочку Аккуратненько Здесь Шлифану Поскольку Сегменты Чуть Чуть Больше Вот На Те Самые Грубо Говоря 5 Миллиметров От Стандартных Ножей В Принципе Все Это Поправимо Сейчас Мы Это Сделаем И Будем Пробовать Косить Так Ну Вернулись Мы Опять К этому Же Ракурсу К этому Же Дню Значит Спустя Три Месяца Что Я могу Сказать Непосредственно По Использованию Этой Косилки И о Ее Переделках Я Я Просто Сейчас Снимаю На Маленькую Такую Бытовую Камеру У меня Телефон Немножко Упал Вот На телефон Снять Толком Ничего Не Получается Сейчас Заказал Скоро Приедет Новый Возможно Тоже Запишу Обзор Вот Поэтому Если Будет Какая-то Тряска Или Лишние Шумы Сразу Прошу На меня Сильно Не Ругаться Вот Я Попробую Сделать Все Как можно Мягче Стабилизатора Так Сказать Вот Стабилизатора Кадра Нету Грубо говоря Так Сейчас Секунду Надо Настроить Поставить Ну В общем Грубо говоря Первое Что Хочу Сказать Вот Так Вот Хрустит Тут У меня Все Чего-то Вот Так Не Будет Хрустеть Первое Что Могу Сказать По Самой Косилке Я Очень 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 Доволен Данным Приобретением Потому Что Если Обычным Триммером Бензиновым Или электрическим Это не суть Важно Хотя Бензиновый В любом Случше Он Чуть Чуть Лучше Чем Электрический Вот Там Еще Есть Разновидность Этих Триммеров Там Кто Работает От Тросика Ну Вот Передается Вращательный Момент От Двигателя На Леску А Кто-то Из Этих Триммеров Работает На Металлической Тяге Ну Там Свои Есть Плюсы Минусы Сразу Могу Сказать Ребята Триммера На тросиках Которые Работают Их Не покупайте Эта Херня Вообще Полная То есть Если Что-то Брать То Брать Непосредственно На Металлической Тяге Но Мы Ушли От Темы Значит Разница Между Триммером И Между Вот Данной Косилкой В том Что Она Она Круче Сразу Могу Сказать Она Лучше Она Ускоряет Процесс Работы Примерно Где-то В раз В 20 Я Не побоюсь Как бы Этого Слова Потому Что Бензиновым Триммером Ты Ну Просто Я Косил И тем И тем И Если Трава Высокая Примерно Где-то Сантиметров 30-40 Бензиновому Триммеру Достаточно Трудно Справляться С ней Даже При Наличии Ну Даже Если Ты Убираешь С него Леску И Одеваешь Туда Нож Ну Кто Косит Тот Знает Что Такой Нож На Триммере Вот Что Касательно Именно Этой Косы Она Реально Просто За Один Проход Вот Ширина По Захвату Как Есть Тут Примерно Где-то Метр Как Вот Мотоблок Как Едет Так Она И Едет То есть Она Косит Вообще Все Подряд Настолько Все Подряд Что Вот Многие Ну Как Многие Когда Я Смотрел Какую Косу Мне Покупать Я Обратил Внимание На То Что Многие Пишут Разные Отзывы А Способна Ли Она Косить Там Толстую Сухую Траву Я Вам Сейчас Кое Чего Хочу Показать Давайте Сниму Вот так Вот Камеру Мы Сейчас Сходим Сюда У У Меня Есть Небольшой Такой Ну Небольшая Такая Яблоневая Посадка Вот И Тут Деревья Довольно Ну Вот У Корня У Корня Они Довольно Как бы Тут Прям Ну Прям Толстый Так Вот Суть В чем Вот Дерево Есть И Вот Дерево Есть И Вот Дерево Есть А Тут Дерева Нет Вот Вот Видите Нет Тут Пусто Как Блысенько А Остатки Дерева Вот Они Вот Видите Это Грубо Говоря Я Косил Этой Косил К И Немножко Что-то Я призадумался То ли Мне позвонили По телефону То ли Что Я Я Я Уже Не Помню Сейчас И И Просто Грубо Говоря Как Прокос Делал Вот Здесь И Тут Стояла Высокая Трава Сантиметров Наверное 30-40 Ну И Грубо Говоря Вот Я Наехал Чуть На Это Дерево Я Реально Просто Не Заметил Как Это Дерево Просто Упало Я Услышал Как Конечно Звук На Косилке Он Изменился Того Что Я На Что-то Более Там Жесткое Взял Наехал Но Блок Даже Не Попытался Как То Вот Споткнуться Что Ли Так Скажем Она Просто Поехала Дальше И Все Дерево Упало Поэтому Те Кто Переживают Что Эта Коса Не Справится С Какой Либо Там Травой Я Абсолютно Точно Могу Сказать Ребята Я Такую Траву Не У себя Не У Своего Деда Не У Иных Там Родственников Я Ее Просто Не Нашел То Ее Она Косит Вообще Все Единственное Что Она Боится Очень Сильно Проволоки Металлической Сетки Рабицы Потому Что Она Просто На Себя Будет Нам Наматывать И Потом Это Разбирать Все Будет Очень Трудно Вот Что Касательно Переделок Давайте Я Сниму Камеру Так Что Касательно Переделок У нас Но Опять Же Как Ранее В ролике Было Показано Я Заменил Ножи Которые Идут От Завода Вот Они Ножи Эти У меня Тарелки Уже Чуть Чуть Ходят Но Это Потому Что Она Просто Расшатала Здесь Не суть Важна Я Купил Вот эти Вот Ножи Они Здесь Вот Как На Тракторных Косах Ни в коем Случае Ребята Их Точить Не Советую Потому Что У них Вот Эта Часть Она Идет Как Каленая Если Вы Начнете Ее Тут Точить То Вы Сделаете Только Хуже Следующий Момент Который Ранее Был Показан В видеоролике Это Вот Здесь Вот Как я Говорил Что Начало Там Чухать Я Подрезал Немножечко Вот Эту Часть Где Тут Сейчас Покажу Вот Так Вот Видно Да Блин У меня Тут Солнышко Прям Вот На Дисплей Сейчас Светит Ну Подождите Во Вот Так Будет Видно Вот Эту Часть Вот Я Ее Прям Вот Болгаркой Взял Здесь Вот Туда Кош И Срезал Она Была Вот Так Вот Такая Выпуклая Как Здесь Так И Здесь И Это Не Давало Нормально Ножам Работать Следующую Переделку Которую Я Сделал Это Я Просто Взял Кусочек Линолеума И Ну Поставил Вот Такие Сюда Кольца Люверсы Вот И На Проволочку Просто Присобачил Этот Линолеум Сюда Он Висит Над Землей Как Видите На расстоянии Примерно Где-то Сантиметра Четыре Сразу Говорю Я Это Не Подрезал Не Там Не Не Вымерял Не Угадывал Я Просто Хотел Сделать Такую Шторку И У меня Сразу Получилось Так Удачно Что И Скошенная Трава Не Забивается Потому Что Ну Куда Она Будет Тут Брать И Забиваться Когда У тебя Эта Шторка Вот Так Вот Бегает И Это Попадающиеся Камни Какие-то Грубые Частицы Засохшей Травы Или Чего-то Еще Которые Будут Лететь Вам В ноги То Есть Эту Шторку В любом Случае Вам Делать Будет Нужно Потому Что Вы Идете Вот Там Позади Блока И Эти Диски Вращаются Вот Таким Методом В Противоходе По Отношению Друг К другу И Вот Это Вот Вот Как только Я поставил Эту Шторку То Совершенно Все Стало По-иному Вот Следующий Момент Который Я хочу Сакцентировать В этой Косилке Это Непосредственно Данный Узел Если Вы Заметили Чуть ранее Видеоролики Когда я ее Собирал Когда она Еще была Новая Вот Этих Труб На Косилке Просто Не Было Суть В чем Сейчас У меня Вот Коса Относительно Горизонта Мотоблока Она Стоит В зафиксированном Виде От завода Было Продумано Как Чтобы Она На Вот Этой Части Немножко Как бы Там Плавала Вот И Я Выяснил Опытным Путем Что Это Абсолютно Бесполезная Была Идея По поводу Того Что Коса Относительно Блока Будет Плавать Поскольку Общая База Значит Вот Две Лыжни Косы И База Колес Она Очень Маленькая То есть У меня Тут Таких Перепадов Прям Сильных Нет Чтобы У меня Все Боком Раком Ехало И Чтобы Я Косил Неровно Вот Плюс К этому Когда Коса Все Таки Находит Какие Неровности И Относительно Ну То есть Блок Допустим Едет Вот Так А Коса В это Время Находится Вот Так Создается Очень Сильный Перекос На Ремне То Это Натяжитель Ремня И Когда Этот Перекос Уходит Ремень Либо С этого Ролика Либо Вот С того Ролика Вот Там Который Стоит Он Просто Тупо Падает Плюс Еще Негатив К тому Что Перекос Этого Ремня Он Ведет К Износу Сильному Его Вот Этот Ремень Который Сейчас Стоит Здесь Это Третий Ремень Или Ремень Или Ремень Как Правильно Напишите В Комментариях Это Уже Третий Ремень Который Я Покупал Сюда К этому Блоку Первые Два У меня Порвались И Износились Буквально Через Ну Где-то Через Недели Через Полторы После Того Как Я Поставил Эту косу И Начал Ей Пользоваться Потому Что Когда Коса Перекашивается Она Излишне Сильно Его Начинает Тянуть И Нагрузка На Этот Узел Весь Она Очень Сильная Но Я Посидел Посидел Подумал Посмотрел Как Разные Люди Много Чего Делают Ставят Какие-то Здесь Петли Там Чтобы Коса Отдельно Поднималась И Опускалась Вверх Еще Что-то Там Делают Приделывают Сзади К Мотоблоку Какие-то Там Тачки Чтобы На них Можно Было Там Сидеть И Ты Как В интернете Есть Вот Но Я Пошел Своим Так Сказать Путем Я Просто Напросто Стандартный Адаптер Который Идет У меня На Мотоблоке АК Кстати Говоря На 9 Лошадиных Сил Двигатель Лифан Вот Я К этому Адаптеру Приварил Снизу Трубку Видно Да Вот Она К этой трубке Наверх Я присобачил Дополнительно Для усиления Еще уголок И К этому К этому Углу Методом Тыка Путем Проб и Ошибок Приварил Направляющие Дополнительные Две трубки И ответная Часть Приварена На косу И таким Образом Она у меня Вот таким Образом Там ездит Вся Регулировать Натяжку Ремня Вот этого Я могу При помощи Вот этого Как называется Пальца Штифта Болта А кстати Про болты Стандартные Заводы Ох ты Уже Уже Испачкался Сейчас Ай Ну ладно Не суть Важна Стандартные Пальцы Которые Идут От завода Они Деформируются Очень сильно Поэтому Я Использую Проволочка Которая Идет От завода Просто Напросто Нахожу Подходящий Болт Чтобы он был По моему Здесь прочность 8 8.8 Что ли Стоит Я не помню Сейчас Потому что Здесь даже Нигде Не написано Подрезаю Под нужную Длину И Заново Одеваю В эту Проволочку И Меня Все Вполне Устраивает В плане Того Что Вот эти Болты Они Ходят В раз 10 А то и 20 Больше Чем Обычный Стандартный Палец От завода Ну Назовем Это так Что Касательно Натяжителя С ним Я Ничего Абсолютно Не делал Многие В интернетах Там Пишут Насчет Ну Пишут Делают Ролики Рассказывают О том Что Этот Натяжитель Плох Да У него Есть Такая Особенность У него Принцип Натяжения Вот Такого Типа Идет И Когда Ременной Привод Приведен В Действие В Рабочее Положение Рычаг Стоит Вверх Особенность Этой Фишки В чем Когда Ты Косишь Под Какими То Деревьями Низкими Деревьями Так Далее Что Я Еще А Самое Важное Смотрите Здесь От Завода Вот Этот Вот Ролик Он Стоял Больше Вот Видно Как Вот Здесь Идет Посадочное Место Он Примерно Вот Вот Такой Вот Был Я Через Интернет Заказал Себе Этот Ролик Он Обошелся 350 Рублей Он По 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 Диаметру Он Меньше За счет Чего Скорость Вращения Этих Дисков Она Стала Больше За счет Чего В Принципе Тут Джишкак Все Устроено Чем У тебя Больше Оборотов На Двигателе Тем Быстрее Будут Ехать Колеса И Тем Быстрее У тебя Будут Вращаться Диски И При Стандартном Ролике Мне Не Хватало Скорости Вращения Этих Дисков Чтобы Блок При этом Ехал Медленно Я Смотрел Разные Ролики На Этот Счет Многие Переделывают То есть Они Меняют Вот этот Шкив Вот этот Вот Даже Не ролик А шкив Правильно Это 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 Вот Вот Это ролик И вот Это ролик А это Все Шкивы Так Вот Вот этот Шкив Многие Люди Покупают Перетачивают Переделывают Чтобы Два Ручья Вот эти Остались Как от Завода Были А вот Этот Стал По-моему Чтобы он Был Больше Или Чтобы Был Меньше Я Не Помню Сейчас Но В интернетах Это Все Есть Я Пошел По-иному Пути Почему Потому Что Потому Что Изначально Брал Блок С Двигателем С Более Мощным То Есть 9 Лошадиных Сил Достаточно Чтобы Раскрутить И Поддерживать Вращение Вот этих Вот Тарелок На Вот Этом Вот Ролике Поэтому Если У вас Двигатель Подушатанный Или Ну В нем Меньше Лошадиных Сил Ну Наверное Ну Наверное Наверное Все Таки Ну Не знаю Вам Не Подойдет Такой Метод А Может Быть И Подойдет Но Это Но Это Уже Вам Решать У Нас У Нас Уже Сезон Покоса Травы Закончился Я Даже Не Знаю Что Вам Показать Здесь Ну Вот Я Нашел Небольшой Как Б Участочек Давайте Попробуем А Кстати Говоря Нет Давайте Потом Уже Это Пока Не Кстати Говоря Давайте Посмотрим Попробуем Так Вот Мы Завели Двигатель И Раскручиваем Я Сейчас Буду Поднимать Вот Эту Ручку Вверх И Раскручиваться Буду Чистить Скорость Вращения На Холостых Ходах Потому Что Сейчас У меня Получается Холостой Ход На Модоблоке Просто Обалденно Мы Немножко Добавляем Газу Чтобы У нас Работала Правильная Подача Масла Так Сказать Вот Буквально Я тут Чуть-чуть Подал Обороты Сейчас Ко Двигателю Ну и Пробуем Сейчас Посмотрим Потихонечку Не очень Это удобно Могу Сказать Снимать И Попробуем Вообще Ни разу Неудобно Вот Грубо Скорость Вращения Тарелок Такова Что Даже Я уже Заглушил Двигатель Они еще Все Вращаются И вращаются И вот Посмотрим Прям Видно Насколько Выкошено То есть Достаточно Сразу Такой Пошел Запах Скошенной Травы Вот И все Эти Вещи Она Не просто Косит Но еще Некоторые Вещи Еще Эмульчирует Я очень Сильно Жалею О том Что У меня Не Получилось Кстати Говоря Вот Смотрите Вот Куда Летят Все Огрызки То есть Чтобы Это вам Все Не летело Под ноги Потому Что С завода Есть Шторка Которая Вешается На крепление Мотоблока Вот Сюда Но Она Буквально Тут Маленькая То есть Она Такая Сантиметров Наверное Ну 12 Может быть На Сантиметров 20 Такая Маленькая Хренька Висит Здесь Вот Поэтому Заводскую Шторку Можно Сразу Снять Выкинуть Чтобы Это вам Ничего Никуда Не прилетало По ногам Ну В принципе О чем я жалею Я жалею О том Что у меня Не получилось Отснять Материал Где я Кошу Прям Высокую Там Такую Там Траву У меня Был Опыт Кошения Этой Косой Значит Были Посеяны Сидираты Сидираты Горчицы И Она Вымахала Чего-то Чуть-чуть Выше Метра И вот Грубо Говоря Я косил Вот этой Косой Довольно Высокую Траву Вот И В принципе Все Удачно Так что Не знаю Что еще Сказать В общем Данной Покупкой Я Крайне Крайне Доволен Давайте Зафиксирую Камеру Устал В руках Носить Вот Все Вот Так Значит Данная Покупка Я Крайне Крайне Доволен Показала Себя Она В этом Году Просто Отлично Никаких Серьезных Поломок Не Было Налетал Я Этой Косой На Пень Раза Два Кирпичей Ловил Я Не знаю Раз Десять Наверное То есть Она Просто Бьется О них Вот С мозгами Нужно Ей Косить Потому Что Если Не дай Боже Под Эти Вот Ножи Попадется Какое То Животное Будь то Курица Кошка Собака Человеческая Нога Вот Или Неудачно Положенная Бутылка Пива Охлажденная То Конечно Данному Объекту Придет Кирдык Вот Поэтому Детям Наверное Ну Не знаю До 19 Лет Я бы Не советовал Пользоваться Этой Косой Это Мало Ли Чего Вот А после 25 Лет Особенно Если Уже Ты Был Женат В принципе Пользоваться Можно И даже С бутылкой Пива Что Кстати Я Не советую Ибо Алкоголь Это Кака Ладно Все Мне больше Сказать Нечего В принципе Что Сказал То Сказал Это Все Из личного Моего Опыта Возможно У кого То Как То Это Коса Проявит Себя Иначе Возможно Я Вот Везунчик И поэтому Она У меня Все Все Еще Живая Хотя Я Ее Ни разу Не Жалел Кому Интересен Обзор На Вот Этот Мотоблок АК С двигателем Лифан 9 Лошадиных Сил Опять Пишите В комментарии Если Достаточно Наберется Под этим Роликом Лайков И Комментариев Ну Я Задачусь И попробую Сделать Обзор На Этот Блок Рассказать Все Плюсы И Минусы Этим Блоком Я Уже Пользуюсь Более Двух Лет Вот И Рассказать О нем На самом Деле Есть Что Поэтому Ну Поэтому Все В принципе Все Ребята Кому Понравился Ролик Там Это Что Надо Нажать Вы Знаете Где Лайки Где То Коммент Можете Оставить Вот А С вами был Валтер Все Всем Пока Пока